Здравствуйте! Давно я вам не снимала розы Усынина. Хочу показать себя, как они чувствуют. Вот уже спустя столько времени у нас были дожди, холод, морозь, туманы, чего у нас только не было, был ужас и кошмар. И хотела показать, что с ними происходит, какие болеют, какие не болеют. Вот я тут уже Алису убрала у них, чтобы они немножечко проветривались у меня, потому что до листвы, конечно, еще у меня руки не доходят убирать ничего. Ну вот, хотела показать. Посмотрите, эта роза преображенская. Она цветет. Вчера у нас был жуткий-жуткий ураган. Позавчера у нас был и ураган с моросью. Позавчера у нас был жуткий-жуткий прямо дождь. Вообще мы не выходили уже несколько дней на улицу. Вот, посмотрите, вот красные побеги и черный бутон. Она вся с бутонами, она собирается цвести. Это роза преображенская, флорибунда. Вот у нее листва вся чистая. Я ничего не убирала, больше я к ним не подходила. Вот как-то вам сняла, ролик больше не приходил. Ну вот, алису только убирала и все. Посмотрите, какая красота. Вообще все с ними шикарно. Умнички. Следующая розочка у меня зайка. Зайка. Тоже листва чистая. Посмотрите, она матовая листва. С такими красными бордовыми краями. Вот. И чистая. Где-то есть желтые листы. Но сегодня 16 сентября. И это, в общем-то, нормально, что листья желтеют уже. Вот. Она даже пытается цвести. Тут немножечко. Ну, не окуклилась еще. Вот тут все у нее. Да, вот загнили. Вот эти все. То, что я не убирала. Или нет. Вроде не загнили. Особо засохли. Так что вот. Еще она даже с бутонами тоже собирается еще цвести. Иван. Иван у меня лыцая. Сам облетел. Сказать, что черная пятница. Не знаю. Особо я черную пятницу не видела. Просто как-то листья пожелтели. И весь облетел. Что там с ним было, я не знаю. Вот. Еще бутоны есть. Еще даже будет. И собирается цвести. Но вот такой. Так. Это у меня поварился. Опять под тяжестью бутонов роза Алиса. Ну вот. Дождик прошел. Вот тут внешние лепестки. Опять они немножечко подпортились. Ой. Одной рукой неудобно. Но вот внешние. Под этими лепестками все нормально. Ничего не сгнило. Ничего не произошло. Просто внешние лепестки. Вот такие. Не очень красивые. И все. А так посмотрите какая роза. Шикарная. И листва. Листва. Зелененькая. Ну где-то там. Вон там внизу что-то там есть. Но это ерунда. Вот. И тоже с бутонами. Собирается цвести. И ко мне кто-то ползет. Кто ко мне ползет. А? Ласка. Кошек подобрали. Свишеры. С улицы взяли. Чтобы они нам крыс ловили. А то у нас корма. У нас курицы. Козы. И у нас много всякой живности. Которая питается нашими кормами. И мы их взяли. Чтобы они нам ловили. Всех. Вот. Но это попа. Ловит птичек. И постоянно ходит жирная. Ловит птицы. И даже моих бролеров таскает. Вот. К Розе вернемся. Вот. Короче. Роза шикарная. Роза Алиса. Это роза Николай. Николай такой конечно выглядит несчастно. Очень несчастно. Дождь, ураган, холод. Ой. Я ничего не убираю. Не успеваю. Но листва могу сказать тоже вот тут внизу. Либо я давно обрезала. Либо нет. Она сама вот тут опала. Вот тут. Листики вот такие желтенькие. Без черной пятнистости. Просто листик пожелтел. Вот. И опал. Вот. Вредина. И опал. Так. Все. Начинает на меня забираться. Так что вот тоже в общем-то неплохая листва. Роза Николай. Это роза Алиса. Ой. Это роза Анастасия. Которая стоит с бутонами. Но все не может зацвести. Вот тут вроде цвел. Видимо бутончик я проглядела. Вот. Тоже листва. Посмотрите. Чистенькая. Аккуратненькая. Не желтые. Не пятен. Ничего там. Ну там. Да где-то промелькнуло одно пятнышко. Но это ерунда. Так что в общем-то смотрите. Неплохо достаточно. Я розы не обрабатываю. Не делаю профилактические обработки. Обрабатывала все лето только сывороткой молочной. У меня свои козы обрабатывала сывороткой. Больше я ничего не делала. Вот. И розы все в таком вот состоянии. Так. Это роза Артем. Вот такая розочка. Вся она что-то закрылась тоже шариком таким. Не раскрывается особо. Тоже низ. Наверное это я уже убирала давно. Но она не болеет. У нее все хорошо. Вот. Вот такие шарики стоят. И все. Идет за мной. Так. Это роза Людмила. Людмила цветет. Но не пахнет. Вот листва какая. Посмотрите. Она не глянцевая, матовая. Ну вот. Вся листва какая чистая. Так что роза Усынина. Но я правда выбирала самые сильные. У них где стоят звезды. Я выбирала самые-самые стойкие розы. Которые самые устойчивые к черной пятнистости и мучнистой рассе. Ой. Вот их я и выбирала. Вот. Поэтому в общем-то они устойчивые и сильные розочки. Морда. Так что вот такая клумбочка у меня с розами Усыниных. Сейчас вам покажу еще Машу. У меня еще Маша есть. А вот сама Маша. Здесь у меня два кустика. Посадила я их отдельно. Знаю, что она вырастает большая и высокая. И хочу здесь такую массу. Из розы. Цветочек держится у нее очень быстро. Буквально на второй-третий день. Падает. Она не густомахровая. Такая вот серединку показывает. Бывает разная. Бывает розовая, белая. Выгорает на солнышке. Раскрывается желтая. Ну такая разная розочка. Вон там уже беленькие цветочки. Вот. И посмотрите листва. Листва просто обалденные. Только сывороткой обрабатывала и все. Никакими химическими препаратами. Ничем не обрабатывала. Посмотрите какие побеги она мне выдала. С меня роста. Мне это 64. Вот такой побег. Огромный. Вот. Ну по-моему это не базальный. А нет. Базальный побег. Вот один базальный. А там по-моему боковой просто. Вот. Ну посмотрите роза вообще. Шикарная. Чистая. Отличная роза. Ничего с ней нету. Ничего с ней не происходит. Демечательная. Ласка. Вот. Да что показала я вам розочки усыниных. Как они себя чувствуют на 16 сентября. Я считаю что это просто на самом деле великолепно. Это все у меня первогодки. Заказала я их весной. Весной они прибыли. Я их посадила. Только замульчировала навозом. И сосновой корой. И все. И больше я ничего не делала. И вот такие у меня розочки. Главное здоровые. Для меня главное здоровые. Ну вот. Ну а красивые розочки мне кажется все красивые. Вот. Ну все. С вами была Ольга. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»